Самара на этой неделе претендует стать одним из самых жарких городов страны. По данным синоптиков, столбики термометров уже несколько дней держатся на отметке выше 30 градусов жары. И такую же погоду обещают на ближайшие дни. Конкуренцию города на Средней Волге составляют Перемь, Воронеж и Казань. Там тоже до конца недели установилась 30-градусная жара. Спастись от солнечного пекла можно в Калининграде и Санкт-Петербурге. Там по 18 градусов с плюсом. Мы спросили у самарцев, как они проводят эти жаркие дни в Самаре. За Волгой на проране с женой. Выходные на даче. Очень плодотворная, полезная и солнечная. Собираемся в отпуск под Тольятти в санаторий отдыхать. Мы купались на Волге, на Самарке. Офигенная вода, прохладная. Пляж, холодная водичка, речка, все дела. Мы тоже купались на Жигулевском море, ездили и на Волгу. За Волгой загораем, отдыхаем. Все в принципе. Самарши город-курорт, как говорится. Также жители города рассказали, как они спасаются от жары. Панамочку, водичка. Я дома сидел, у меня кондер. Мне прекрасно было. Только вечером, когда жара спадает, уже можно выйти вот так. Только так. Под кондиционером. Вот, спасать от жары. Я в офисе проводил время. Под кондиционером. Отлично вообще. А так солнце первый раз увидел, вот магазин вышел. На метро я передвигаюсь. Это спасение? Да, я там замерзла вообще. Вышла, согрелась. Хорошо. Еще один способ спасения от жары – гастрономический. Мороженое, холодная вода. Освежающий, охлаждающий, холодный напиток. В ближайшие дни жара не собирается покидать Самарскую губернию. Температура будет держаться в районе плюс 30. В четверг ожидается ливень. А до и после – сухая солнечная погода. Медики рекомендуют в это время не злоупотреблять пребыванием на открытом солнце. С полудня до пяти часов нужно стараться находиться в тени и часто пить воду небольшими порциями. Сергей Кизоркин, Максим Гусев, События.